Всем доброго времени суток. Все больше SMD деталей входит в нашу жизнь, они становятся все меньше, и паять их просто смотря глазами становится все сложнее. Поэтому решил я обзавестись вот таким вот цифровым микроскопом. Конечно же оптический бинокуляр был бы лучше, но по моему мнению для дома он не очень практичен. На работу да, это то что нужно. А дома лучше попробовать вот такое вот что-то небольшое, что можно в случае необходимости достать, поставить на стол, сделать свою работу, а потом убрать в коробку и спрятать подальше до следующего раза. Заказывал я микроскоп в интернет-магазине Banggood, производитель компания Mustool, моделька G1000. Приезжает микроскоп в такой вот небольшой картонной коробке. Собственно сам микроскоп, вообще есть два варианта подставки для микроскопа. Вот такая вот наклонная, и как у меня полностью алюминиевая, но без наклона самого корпуса микроскопа. Судя по характеристикам, у нас здесь 4,3 дюйма LCD матрица, 10 мегапикселей сенсор, возможность HDH и видео, высокая скорость, ну и так далее. Также поддержка большого числа языков. Давайте распакуем и посмотрим на микроскоп поближе. Небольшая инструкция на английском языке. Краткие характеристики о возможностях микроскопа. Запись видео HD Full HD. Фотография 1,2,3,5,6,8 мегапикселей. Дальше цитлическая съемка по 3,5,10 минут. Баланс белого. Компенсация экспозиции. Установка времени и даты прямо на видео можно добавлять. Автоматическое выключение 3,5,10 минут. Поддержка большого числа языков. И компенсация мерцания 50-60 Гц. Также нам обещают работу от аккумулятора до 6 часов. Собственно сам наш микроскоп. Защитная пленка на экране. Давайте ее сразу снимем. Вот так вот это все выглядит. Это сама линза. Вокруг нее 8 светодиодов подсветки. Данных о производителе нет. Но на сайте Banggood он подписан как компания-производитель MUSTUL. И дальше это у нас собственно сам штатив. В нижней части есть вот такая вот контргайка для лучшего крепления к столику. Сам столик полностью из алюминия. Довольно толстый. Размер 8 на примерно на 15 сантиметров. И толщина Ну порядка 4 миллиметров. Здесь точно есть алюминия. Кабель USB, micro USB. И вот такой вот пакетик с дополнительным крепежом. Так. два вот таких вот болта под шестигранник собственно сам ключ и вот такая вот небольшая стоечка как я понимаю ее нужно вот так вот прикрепить столику а на нее уже прикрепить микроскоп сейчас я это все быстро соберу и посмотрим микроскоп в работе так это у нас столик теперь он выглядит вот так теперь на него крепим сам штатив штатив у нас сам тоже полностью из алюминия есть механизм подъема вверх-вниз по гребенке дополнительная фиксация для всего микроскопа чтобы он под собственным весом не опускался и вот такая вот контргайка внизу как я понимаю это для того чтобы закрепить можно было штатив на под любым углом к столику то есть можно вот так можно так так просто нужно дотянуть контргайку и он уже никуда не денется потом довольно много выворачивается почти 4 полных оборота так крепим сам микроскоп крепится за счет вот этих вот двух винтов тут есть небольшая резиновая подушечка чтобы не повредить пластик корпусом и собственно вот так вот крепится голова микроскопом при этом ее тоже можно вращать и можно регулировать ее по высоте такое крепление позволяет закрепить микроскоп не только непосредственно внизу ну и вот так вот его приподняв таким образом можно выиграть ну примерно два сантиметра высоты микроскопа над поверхностью соответственно получить меньшее увеличение но больший обхват в объективе микроскопа так давайте его закрепим к отположенным и попробуем включить так написал нам микроскоп что нет карты памяти давайте сразу посмотрим на органы управления порт usb для зарядки и для соединения с компьютером микроскоп можно соединить с компьютером либо как веб-камеру и тогда на компьютере можно будет смотреть картинку при этом сожалению на дисплее картинка пропадает также его можно совместить в стандарте это сказать флешки для того чтобы по кабелю передать фотографии непосредственно на компьютер слот для карточки памяти micro sd вот такое вот колесико это у нас регулируется яркость подсветки и на лицевой стороне есть 6 кнопок и рукоятка для настройки фокусировки угол обхвата ну или другими словами увеличение регулируется подъемом и опусканием самого корпуса микроскопа а настройка уже фокуса непосредственно по месту осуществляется вот этой вот ручкой кнопка включения выключения кнопка m это у нас вход в меню кнопка d это переключение между режимами сейчас у меня режим видеокамеры можно переключиться в режим фото камеры ну и соответственно просматривать видео и просматривать фото на карточке памяти две вот этих вот кнопки в меню используются для перемещения по пунктам меню либо же это цифровой зум помимо оптического здесь есть еще по моему четырех или пятикратный цифровой зум ну и кнопка ok соответственно старт записи ну либо подтверждение своих действий в меню давайте посмотрим на меню микроскопа угол обзора матрицы сразу можете видеть не сильно хороший то есть если смотреть сверху под вас большим углом изображение довольно таки сильно блец лет вот можно видеть если смотреть на изображение сверху очень сильно выцветают цвета когда смотришь снизу все вроде бы нормально меню микроскопа первый пункт у нас написано коэффициент различий чего-то там но на самом деле это установка формата записи видео hd либо full hd дальше качество изображения это у нас стандарт для фото 8-10 мегапитцелей ну и соответственно 1 2 3 5 8 или 10 цитлическая съемка те самые запись по 3 5 10 минут если она выключена то микроскоп пишет видео постоянно баланс белого можно выставить либо автоматически либо солнечный свет пасмурный вольфрам и флуоресцентный компенсация экспозиции плюс минус 2 заметка времени здесь можно поставить галочку если хотите чтобы на фото или видео была указана текущая дата время установка собственно времени автоматическое выключение микроскопа 3 5 10 минут настройка языка русский итальянский французский немецкий португальский чешский испанский ну и еще много в том числе и английский мерцание это компенсация мерцания света 50 или 60 герц нужно устанавливать в зависимости от того какая частота тока у вас в розетке защита экрана ну это соответственно некий скринсейвер форматирование карточки памяти переустановка системы ну скорее всего имеется ввиду сброс с заводским настройкам и версия прошивки на данный момент у меня это аж 59 g тире в 1 от 5 сентября двадцатого года выходим из меню ставлю микроскоп назад на подставку и сейчас поищу установлю в него карточку памяти чтобы можно было что-либо на нем позаписывать а потом показать вам реальную запись с микроскопа установил я в микроскоп карточку памяти и давайте теперь посмотрим как он работает для начала меня интересует минимальная и максимальная дистанция фокусировки опускаем голову микроскопа максимально вниз и сейчас я попробую настроить резкость на его столик так ну похоже не хватает регулировки резкости для того чтобы настроиться на максимально опущенный микроскоп давайте чуть-чуть поднимем так вот вроде бы как то так но сейчас положу что-нибудь чтобы можно было видеть картинку а не на алюминий настраиваться итак то ли это такое качество печати ну нет вот как то так удалось настроиться вроде бы довольно неплохо видны точки от работы печатного аппарата и теперь давайте попробуем измерить какое же у нас расстояние от края объектива до столика примерно 12 миллиметров ну где-то так 12-13 миллиметров это на данный момент у меня минимальная дистанция фокусировки при этом на такой дистанции на всю ширину дисплея помещается вот примерно 2 миллиметра если брать по линейке сам дисплей у нас 9 с половиной сантиметров по ширине а теперь давайте посмотрим какая же максимальная дистанция фокусировки итак это весь штатив довольно резко и помещается у нас в дисплей в ту же самую ширину 26 миллиметров 26 миллиметров ну даже чуть да нет не больше примерно 26 миллиметров включу сразу запись чтобы вы смогли увидеть потом картинку реально с объектива микроскопа который он записывает на карточку памяти так 26 миллиметров у нас помещается при максимально поднятом микроскопе и расстояние до линзы при этом примерно 12 с половиной сантиметров но это не максимальная дистанция на которой микроскоп может сфокусироваться если повернуть его скажем вот так при этом нужно что-то тяжелое положить на столик чтобы его не перевесило то можно работать непосредственно на столе и тогда уже в объектив у нас войдет не 26 а 29 миллиметров то есть отыграли себе несколько миллиметров обзора это довольно удобно потому что когда работаешь с какой-то большой платой где не совсем уж мелкие элементы бывает полезно рассмотреть больший размер но при этом пусть будет даже при меньшем увеличении чем смотреть на что-то очень-очень близко кстати благодаря вот такой вот линейке можем сразу посмотреть как разные элементы будет видно на этом микроскопе тут вот есть несколько стандартов чипов например бжа 20 на 20 еле-еле помещается по высоте дисплея по ширине он конечно помещается а вот по высоте практически нет давайте я чуть предвину чтобы вам было видно верхний край дисплея вот чип едва-едва помещается чип DDR3 памяти в принципе в такой дисплей при таком положении когда не на столешнице а вот до столешницы моего самого стола помещается QF на 100 ножек с шагом 0.5 ну в принципе влазит но видно только три края 0.4 помещается полностью 32 и другие элементы что у нас тут есть на линейке это пока просто посадочные места а дальше мы посмотрим непосредственно на живые элементы но перед этим мне было интересно а насколько большая задержка между тем что видно на дисплее и тем что делается непосредственно под объективом микроскопа некоторые такие микроскопы грешат тем что задержка получается слишком большая и например паять становится не очень комфортно я уже пробовал паять под этим микроскопом в принципе довольно таки комфортно но вам хочу показать именно задержку так сказать в реальном времени собрал я вот такую вот небольшую конструкцию это у нас ардуино несколько светодиодов и соответственно переменный резистор которым можно менять скорость бегущего огня давайте сейчас это все включим и вы можете видеть непосредственно как светятся светодиоды в реальном времени и что показывается на дисплее микроскопа если захотите рассчитать непосредственно задержку то можно просто поставить видео на паузу и сравнить какие светодиоды светятся в реальном времени и какие отображаются на дисплее я пытался проводить этот эксперимент на самом деле разница если и есть то она очень незначительна с другой стороны если подключить микроскоп непосредственно к компьютеру через USB кабель то здесь задержка уже увеличивается она не становится критичной но работать уже не совсем комфортно то есть замечаешь ты что-то сделал продвинул скажем паяльник а на дисплее это все ну на мониторе компьютера это все отображается с задержкой там скажем полсекунды может быть чуть меньше это не особо мешает работе но вызывает некоторый дискомфорт и в принципе не очень приятно поэтому я пробовал работать с большим монитором с компьютером но мне все таки больше нравится непосредственно с этим дисплеем хотя он и меньше по размеру но на нем практически нет задержки а теперь давайте посмотрим непосредственно как работает с таким микроскопом сейчас я включил его подсветку на максимум есть у меня вот такая какая-то платка и давайте попробуем рассмотреть маркировку элементов первое что бросается в глаза на самих микросхепах маркировка не читаема от слова совсем на других элементах скажем на резисторах или на диодах маркировку можно рассмотреть но не всегда при этом на некоторых микросхемах маркировку прочитать в принципе можно на других же она читаема только если повернуть плату под определенным углом это самый большой минус этого микроскопа его подсветка она возможно хороша когда рассматриваете каких-то букашек или еще что-то но когда работаете с электроникой с вот такими вот гравированными маркировками они сильно бликуют и рассмотреть ее практически невозможно также под этой подсветкой очень сильно выбиваются цвета практически нет теней и поэтому нельзя рассмотреть глубину так сказать нельзя увидеть насколько ты точно работаешь например когда ставишь какие-то мелкие детали паяльником пытаешься их устанавливать бывает так что деталь на самом деле стоит не параллельно платье а под некоторым углом здесь при такой вертикальной подсветке рассмотреть этого практически невозможно если выключить подсветку вот у меня сейчас есть просто внешний свет становится чуть-чуть лучше хотя и ненамного ну и если взять скажем фонарик и воспользоваться им для боковой подсветки то здесь вот уже довольно неплохо становится все это видно и читаемо поэтому первое что хочется сказать если выбираете себе вот такой вот цифровой микроскоп либо ищите сразу с возможностью боковой подсветки есть микроскопы у которых есть несколько фонариков на гибких таких креплениях которые можно устанавливать под углом сбоку от объектива либо нужно думать о том как сделать для микроскопа дополнительно боковую подсветку потому что работать непосредственно с вот этой вот родной подсветкой будет невозможно очень сильно бликует маска очень сильно выцветают цвета не видно глубины нет теней и не видно маркировку элементов на плате вот как можете видеть даже просто камера с небольшой подсветкой она неплохо видит маркировку вот этих вот микросхем если же я и кладу плату под микроскоп с работающей родной подсветкой маркировку практически не видно она полностью выбивается и это не плохо наведенная резкость это именно результат работы подсветки если ее хотя бы вот немножко снизить вы можете видеть сразу стало лучше видно но это стало лучше видно не потому что я чуть-чуть как бы снизил подсветку а потому что мой внешний свет стал светить ярче чем непосредственно подсветка микроскопа и вот эта вот боковая подсветка сыграла свою роль поэтому еще раз мое мнение если таким микроскопом пользоваться для пайки однозначно нужно искать что-то для боковой подсветки либо просто ставить вот такой хороший внешний яркий свет а теперь давайте посмотрим еще на что-нибудь кроме плат есть у меня вот такой вот секундомер я его уже открыл и сейчас посмотрим на работу его механизма под микроскопом для начала механизм завода ключ и есть здесь вот такое вот решение для возможности прокручивать заводную головку в обратную сторону когда вращаем колесо отодвигается немножко от основного колеса на пружине зубчики выходят из зацепления и можно вращать трещотку в обратную сторону тогда же будем заводить за счет движения колеса вперед зубцы войдут в зацепление и тогда можно уже будет заводить нашу пружину а это стопор пружины который не дает ей раскручиваться после того как ее завели клеймо завода изготовителя 11 камней баланс анкерная вилка и анкерное колесо давайте посмотрим поближе один из тех самых 11 камней это у нас крепление баланса это подшипник скольжения анкерного колеса по центру латунной вставки видно небольшое рубиновое кольцо собственно подшипника камень на анкерной вилке один и второй волос баланса на него даже вот что-то прилипло нужно будет разобрать почистить вот так вот анкерное колесо вращается в своем подшипнике взаимодействие анкерной вилки с зубцами анкерного колеса так вот а и а В принципе, видно довольно-таки неплохо. Так что даже поковыряться в часах с таким микроскопом вполне будет возможно. А вот так вот баланс взаимодействует с анкерной вилкой. Итак, что хочется сказать в заключение. На мой взгляд, вполне себе достойная вещь, если у вас уже есть оптический микроскоп или вы пока что не видите необходимости вкладываться в профессиональный оптический микроскоп. Вот такой вот вариант для проведения мелких работ с небольшими элементами, если вам микроскоп нужен только изрека. Места много не занимает, свою работу в принципе выполняет. Время задержки очень небольшое, его практически незаметно, поэтому работать под ним вполне удобно. Есть у него, конечно, и минусы. Основной это непосредственно работа подсветки, необходимость использовать внешний свет. Ну, это тот минус, с которым можно измериться, ну или, по крайней мере, можно выбрать похожую модель с внешней подсветкой. Во всем остальном, мне микроскоп очень понравился. В дальнейшем буду его использовать для сборки наборов, для каких-то еще работ. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этом микроскопе. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому и другим видео на канале. И всем большое спасибо за просмотр.